Салют, друзья! Мы добрались до третьей части рассказа ОМИ. О двух предыдущих я рассказывал вот здесь. Друзья, большая просьба перед началом. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если вам интересно, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Мне будет очень приятно, и я буду знать, что я работаю не напрасно. Поэтому, пожалуйста, комментарии, лайки, все, что только вы можете, прошу, поставьте, пожалуйста. Третью часть написал Гордон Могил. Написал я, опять же, по сценарию. Что из этого получилось, мы сейчас посмотрим. То, что я об этом думаю, вы можете увидеть в самом конце ролика. Спойлер. Чем дальше, тем хуже. Пересказ сюжета будет короткий, потому что тут особо пересказывать нечего. Если все тонкости вникать, там куча ответвлений про это, рассказывается про то, про сё. Нам это всё не нужно. Для истории важно понимать только суть, которую я вам перескажу. Поэтому всё будет очень коротенько. Начинается данный рассказ с астронома, который смотрит на созвездие Кассиопея. И видит, что там три звезды сливаются въедино. И помнит о том, что он встретил однажды святого отца, который ему сказал, если вдруг такое случится, пожалуйста, будь добр, набери мне. И скажи об этом. Тогда он отреагировал на это смехом. Сейчас же это ему шуткой не кажется. И он, естественно, поставил в известие святого отца. Эти три звезды, сливающиеся воедино, означают о том, что рождается на свет сын Божий. А между тем, нашему великому антихристу Демиану уже 32 годика. Он возглавляет семейную корпорацию Торнов. Всё у него отлично. Она самая популярная в мире, самая крутая, не все знают. И она прославляет Америку со всех сторон. Да так прославляет, что он же имел не одну встречу с самим президентом. И на этот раз он метит на место, которое занимал его бывший опекун, самый первый. Тот, который не смог его убить на ступенях церкви. Это послон Великобритании. И он подсылает своего верного, сподручного, какого-то чёрного пса, для того, чтобы действующий посол Великобритании сошёл с ума. И покончил жизнь самоубийством. Что он благополучно и делает. Тут же президент Соединённых Штатов вызывает нашего Демиана Торна к себе и говорит ему, хочу, чтобы ты стал послом в Великобритании от Соединённых Штатов Америки. Тот немножечко, конечно, поломался, но соглашается. Приблизительно в то же самое время, наконец-то, появляется оппозиция для Антихриста. Это семь священников, которые заполучили в свои руки семь кинжалов, которыми нужно проткнуть нашего Антихриста. Антихриста. Они, каждый берёт по одному кинжалу, и все вместе летят в Лондон. Как, собственно говоря, и Демиан. Там они встречают. Три неудачные попытки покушения на Демиана Торна уносят жизни шестерых отцов. И они теряют, соответственно, шесть кинжалов. Остаётся один самый мудрый, самый крутой отец Де Карло, у которого всего один кинжал и не такое же большое количество времени. Между тем Демиан Торн знакомится с девушкой Кейт, которая приглашает его к себе на интервью. В роли посла у него всё отлично и замечательно. Он развлекается, гуляет, наслаждается жизнью. И тут однажды ночью он просыпается весь в холодном поту и в истерике, потому что понимает, что на свет рождён сам Сын Божий. Недолго думая, Демиан собирает всех своих приспешников и говорит им, что нужно уничтожить всех младенцев, которые родились в эту ночь. Что они, собственно говоря, благополучно и делают. Но отец Де Карло не дремлет. Он, между тем, находит ту самую Кейт, которая стала ему невероятно близка. Точнее не она, а её сын Питер, которого он захомутал в свои приспешники. И через эту самую Кейт он назначает ему встречу. Естественно, Демиан, ведомый своим тщеславием, едет на эту встречу. Там погибает мальчик Питер, но погибает и сам Демиан, потому что та самая Кейт вонзает ему кинжал в спину, как раз в область сердца, как раз в святом месте. И Демиану ничего не остаётся, как благополучно умереть. Чем дальше идут эти рассказы, друзья, тем мне тяжелее их читать. Первый рассказ был феноменальный. Я решил после этого прочесть сразу всю серию и рассказать вам о ней. Но второй рассказ как-то мою с песней немножечко поубавил. Третий рассказ сейчас вообще поверг меня в шок. От того, что было в первой книге, не осталось и следа. Если первому рассказу, да и второму по большому счёту тоже не особо мешало то, что они написаны со сценария, то вот третьему это очень сильно помешало. Потому что рассказ кинематографичен. Там есть куча всяких ответвлений, которые в кино бы смотрелись здорово. И для общего понимания они там нужны. Но в книге это не имеет никакого абсолютно значения. Это только мешает. Тут нам подробно рассказывают про вот этого астронома, который всё смотрит на эти звёзды. Про святых отцов, которые к нему постоянно наведаются. Тут нам рассказывают о том, как собираются все приспешники антихриста. Тут нам много о чём рассказывают. О том, как женщины гуляют, о том ещё что-то происходит. При этом уделяем минимальное значение опять же самому Демину. Ну, в лучших традициях двум предыдущим рассказам. Но если в первом рассказе есть чёткая, крепкая линия главных героев, во втором рассказе начинает уже происходить какой-то бред. Там начинается куча героев, есть какие-то непонятные ответвления. Но всё-таки это ещё ровное и понятное повествование. То в третьем случае это просто начинается разрыв всего. Демиан вырос, ему 32 года, он в самом соку. И вместо того, чтобы нам рассказывать о нём, нам рассказывают о чём угодно, кроме него. Опять же, как и в предыдущей книге. Расскажите нам про него. Расскажите про тех, кто его окружает. Да про ту же самую Кейт напишите, что угодно. Нет. Нет. Про всё, понемногу, про то, про всё. И получается, что в принципе рассказ ни о чём. Основная сюжетная линия я вам её пересказал вот буквально там за несколько минут. Всё. Это всё, на что там стоит обратить внимание. В этом рассказе, как и в двух предыдущих, естественно, есть суровое животное, которое хочет убивать. В этот раз это огромная чёрная собака. Но, во-первых, в этот раз есть человек, который управляет данным животным. Это сам Дэмьен. И нам отчётливо и ясно дают это понять. Во-вторых, в этот раз собака убивает всех ни своей пастью, ни своей скоростью, быстротой, силой или отвагой. Нет. Она просто смотрит в глаза тем, кто должен умереть, и они начинают сходить с ума. И, по сути, сами кончают с собой. Ну или с тем, с кем нужно покончить. Ну и в-третьих, по лучшим заветам рассказов, эта собака есть главный двигатель всего на свете. Она двигает сюжет, она совершает убийства, она расправляется со всеми вокруг, с кем захочет сам Дэмьен. Та самая крутая собака, которая опять в конце куда-то испаряется, просто пропадает. Собаки больше нету. Несмотря на то, что она весь рассказ служила верой и правдой, в самом конце, когда она понадобилась своему хозяину, ну, логично бы было, если бы он взял её с собой, он её почему-то не взял. И поплатился за это жизнью. Дэмьен. По-прежнему, один из самых неинтересных героев данного повествования. Несмотря на то, что ему уже 32 года, он большой мальчик, и показано, что он весь такой холёный, крутой, и весь из себя, он всё равно ничего не делает. Но кроме того, что в своей молитвенной комнате плачется и ноется своему настоящему отцу. А когда у него возникают первые же трудности, когда ему хоть кто-то, хоть как-то, хоть что-то может противопоставить, он сразу начинает психовать, сходить с ума и истерить, что есть силы. Сразу начинает принимать какие-то невероятные, необдуманные решения. И всё. У него есть огромная армия учеников, которая не делает ничего. Она ему понадобилась один родок, он её призвал, она уничтожила всех младенцев. А то, что над ним нависла смертельная опасность, его не волнует. При этом главный герой настолько глуп, сумерен в себе и тщеславен, что в финальной сцене, когда ему говорят, что ему нужно поехать и встретиться с отцом Де Карло, он никого не берёт с собой, кроме мальчика Питера. У него есть куча приспешников. У него есть пёс, который всех убивает. У него есть охрана на худой конец. У него есть хоть кто-то вокруг. И он понятия же не имеет. Отец Де Карло там один, восьмером они там, в девятером. Он понятия этого не имеет. Он может прочитать мысли только Кейт, который едет с ним. А она ничего не знает об этом. Ей просто сказали привезти его туда. Всё. Короче, главный герой не берёт никого с собой, кроме мальчика. Они едут туда. И, естественно, там его поджидает за свою глупость, за свою вот эту самоуверенность, его ожидает расправа. Это был всего лишь один единственный раз, когда ему предстояло что-то сделать в рассказе самому. То есть он своими руками пошёл что-то сделать, и его тут же убили. Вот такой вот, друзья, антихрист. В этом рассказе, наконец-то, появилась оппозиция. Семь святых отцов, которые ждали. 32 года, зная всё наперёд, о том, что появился антихрист на свет, о том, что есть кинжал, о том, что его необходимо уничтожить, о том, что мир идёт к гибели, они ничего не делали. Они просто наблюдали и ждали. Ну, потому что зачем? За 32 года они могли целую армию свою создать. Огромное количество своих учеников, чтобы вместе как-то захватить этого товарища. Они могли бы выучиться хотя бы боевым искусством, тактику ведения боя, ещё чего-нибудь, хоть что-нибудь бы могли за это время сделать. Нет, они всё это время молились. И когда к ним попадают кинжалы, они такие... О, маннебесная, пойдём убивать Демиана Торна, который живёт в огромном особняке, у которого огромное количество охран, у которого огромное количество приспешников и всего на свете. Денег, власти. Чё только нету. Не. Они справятся с семь святых отцов, которые в жизни ничего не делали, кроме как молились. Это просто настолько гениально, друзья. Это просто великая оппозиция. Вот что она есть, что и... Как им вообще повезло? Если бы не Кейт, который оказался там рядом, если бы не тупизм главного героя, вот этого Антихриста, то ничего бы им не удалось, естественно. Я вообще не понимаю, как... Как в их головах рождались такие просто планы по его убийству. Это... К тому же, эти святые отцы, они не знают, как пользоваться клинками. Изначально нам говорят, что все семь надо воткнуть в сына дьявола. Только так они смогут его изгнать. Потому что первый убьёт его физическое обличие, а шесть других уничтожат его духовно. Они этого не знают. Я уж не знаю, как они учились. Может, у отца Де Карла там двойка была по этому предмету, и он про эти клинки всё на полу прослушал или пробухал. Без понятия. Но, короче, как пользоваться ими, они не знают. За счёт этого у нас появляются ещё два других рассказа, которые идут дальше. Чего очень бы не хотелось. Если честно, я веню во всем святых отцов. В самом рассказе есть две очень интересные линии. Это вопрос своих убеждений и вопрос родственных связей. А именно детей. Вопрос встаёт о том, нужно отдать жизнь своих детей за что-то великое. За какое-то будущее. И если тот же самый Дин, который находится бок о бок с Демьеном, и он прекрасно знает, кто это такой, и чего он может, а чего не может, и что он делает, то Кейт понятия не имеет, кто это такой. Она ещё вчера не знала, что он антихрист. Она ещё вчера думала, что он просто крутой, классный посол, который с радостью даёт интервью и интересуется зачем-то её сыном, который приглашает её тусить вместе. Но, видимо, потому что она ему понравилась. А сегодня она знает, кто он такой. И она ставит на кон жизнь своего сына. Потому что в конце нам явно дают понять, что она знает, что он умрёт. Знает, что он погибнет, если они пойдут все вместе. Но это её не останавливает. Она, как мать, разрешает пустить в расход своего сына ради того, чтобы убили антихриста, которого она ещё вчера не верила. Другое дело Дин. Но когда речь заходит про его ребёнка, он как будто тоже начинает немножечко подтупливать. Да не немножечко. Он просто начинает по полной тупить. Выхода у него нету. Он прекрасно понимает, что его сына пустят в расход. Потому что он родился в ту самую ночь, когда и сын божий. Но вместо этого, вместо каких-то действий он предпринимает ничего не деланное. И прекрасно понимает, что и его сын, а если он будет сопротивляться, и он сам пойдут в расход. И опять же, автор нам говорит, что не вера его столь крепка, что он готов отдать жизнь свою и своего сына ради этого. Нет. А потому что по какой-то непонятной причине. Он не хочет этого делать. И вот из этих двух великих эмоциональных моментов, которые можно было расписать и подать очень вкусненько, со смаком, на красиво украшенной тарелочке, нам просто тупо в лицо бросают. Вот это так, а вот это так. Нет? Ну и ладно. Чё хотели-то? Не получилось и не получилось. И это так обидно, потому что ты видишь, где действительно классные моменты, которые можно было доработать, сделать этот рассказ действительно хорошим. Но вместо этого мы получили то, что получили. Вообще, Гордон Могил, казалось бы, да, у него в руках и золотая штука. Он может делать с этим рассказом всё, что хочет. Простор для творчества у него не ограничен. У него есть взрослый сын дьявола. Казалось бы, делай с ним что хочешь. Но он не сделал с ним ничего. Есть главная история, которая проходит сквозь весь рассказ. А вокруг неё уже по своему желанию можно добавлять остальные линии. Или нужно, чтобы объяснить то или иное поведение героя, смену его настроения и так далее. Это вот так делается. Но вместо линии главного героя, которая вот отсюда и досюда, получается, что есть множество главных героев. И нам дают это понять изначально. Святые отцы, астроном, помощник, корреспондент, кто-то ещё. И все эти линии, они как бы главные, они все идут, 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 идут. И они в конце не сводятся в одно и то же. Оно здесь существует всё само по себе. И, возможно, это было бы классно и продуманно написать всё это огромным вот таким масштабом, если бы это был роман. Хотя бы страниц на 500, на 400. Но здесь страниц, кот наплакал. Это рассказ. Здесь просто должна быть основная линия, которая подчёркивается другими линиями. Всё, как это было в первом рассказе. Нет. Почему? Дэвид Зельцер это понял и сумел передать эту атмосферу, а остальные не поняли. Особенно Гордон Майпил, который решил из рассказа сделать какую-то полную мешанину, потому что всё было важно. Да я не буду в нём ничего менять, подумал он и просто тупо переписал сценарий. Со всеми вытекающими оттуда моментами. И всё. К тому же вместо крутого повествования мы получаем каких-то тупорей с обеих сторон. Тупое зло, тупое добро, которые никак не может вместе. Они как тупой ещё тупее. Один пытается что-то сделать, второй пытается что-то сделать. И они друг друга не понимают, ничего сделать не могут. И такие... Как битва двух алкашей, которые на ногах стоят не могут. Вот что-то типа того. Это что за хрень вообще такая? Что за идиотизм нам описывают? Если смотреть на это в фильме, опять же, возможно, это как-то ещё и интересно. Но читать про это, это какой-то просто бред сумасшедшего. Помимо того, что это очень глупо, так это ещё невероятно скучно. Данное произведение нету ни мотива, ни логики. Всё это можно простить, если есть хороший, крепкий сюжет, как в первой части. Там тоже было огромное количество нестыковых. Но все они как-то уходят на второй план по сравнению с самим сюжетом, по сравнению с атмосферой, по сравнению с эмоциями, которые передаёт тебе рассказ. Здесь же всего этого нету, и ты замечаешь абсолютно любую оплошность автора. А их навалом. Но хоть какую-то часть подай вкусно, хотя бы убийство сделай сочными и вкусными, хоть что-то. Нет, здесь нету ничего. Ни убийств сочных, ни сочных рассказов, ни игр на эмоциях, ни на жалости, вообще ни на чём. Здесь двое людей лишаются своих детей. Детей, блин! Ну хоть это можно как-то обыграть, хоть на жалость надавите. Нет. Просто, знаете, как будто из-под палки человека заставили. И он такой, хорошо, я напишу. Не отвалите от меня. Самое главное, и в то же время самое страшное, что этот человек написал ещё два следующих рассказа. Я, честно говоря, очень сильно не хочу их читать, потому что я очень сильно разочарован в данной серии. Но деваться некуда. Я хочу их прочитать, хочу закончить с этим. И всё. Откреститься от этого и забыть. Друзья, я вам напоминаю, что в моём телеграм-канале есть информация, как вы можете получить бесплатно книги, которые я читаю. Все условия для этого описаны там же. Пожалуйста, переходите, смотрите и получайте книги бесплатно. На этом у меня всё, друзья. Читайте книги, будьте счастливы и всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...